Девушки отдыхают The Great War Ну или по-французски Это Велин Хёртс Тут есть где-то? Нет? Короче, воспоминания о Великой Войне Не знаю почему в английской версии просто Великая Война Я, кажется, понимаю, что на фоне всего происходящего Это как-то как минимум, извините за сарказм и прочее Иронично, но с другой стороны Это хорошая сюжетная игра, которую давно хотел пройти И планами появились за долгой дом У меня всё ещё выходит Ведьмак Я всё ещё его буду писать Но давайте уже чуть-чуть поиграть новой Я её не проходил, я не знаю, поэтому Параметры вот всё выставил В этой игре дана сохранится автоматически И определённых этапов Не выключать систему, ну понятно То есть я вообще знаю, потому что уже хороший игрок Источником вдохновения для авторов игры Послужили события, которые разворачиваются на фронте 1 августа 1914 года После убийства Франца Фердинанда Наследник Амстер Ну в общем оказалось, что да В стимовской версии здесь нет ни хрена возможности Даже какими-то там руководствами В официальной версии вообще никак не поменять озвучку на английскую В руководствах это бывает иногда Возможно сделать там много подсказок Но даже этого нет Поэтому пришлось скачать репак И быстренько всё это Благо игра быстрая Блин, я просто это уже только что говорил Я записал 10 минут и выяснил, что я забыл включить запись То есть я включил камеру и включил это и в 10 Чтобы записывать собственно саму игру Вот, ладно А сейчас, давайте подумать, что ещё хотел сказать Ну короче, у меня в стиме всё куплено Соответственно, я думаю, имею полное право Тем более, учитывая, что у нас там всех Покупать ничего нельзя Спасибо, хоть пока можно Уредит, да Разворачиваясь на Западном фронте В период с 1914 по 1918 год Агуст 1, 1914 Нам Моргана Фримана похож на что голос Семь мель, по-моему, семь мишель же было, не важно. Я, так понимаю, отец девушки, а муж ее, соответственно, был немцем. Несколько дней спустя. Приказ на мобилизацию. Семь мель, по-моему, семь мель, по-моему. Несколько дней после Карл был уничтожен, война была голодна для больше, и взял Емель, так же. Емель был жестоким, и оставил на фарм для Семь мель. Как и многие другие, он не знал, что дождь был для него. Сейчас прочитать еще раз. Да, на всякий случай скажу, что здесь есть исторические справки, как и, собственно, в этом, в Ассасине, может еще что-то полистать, сейчас посмотрим. Я прочитал три справки и заметил, что у меня запись не идет. Я, если что, кажется, в каких-то событиях Второй мировой Великой Отечественной что-то чуть-чуть знаю, про первую очень плохо, поэтому, если где-то здесь что-то это, я просто читаю то, что есть в игре. Опять же, в комментариях можете написать. Объявление войны. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола герцог Франц Фердинанд. Действия нескольких держав, связанных цепочкой дипломатических и военных соглашений, привели Европу к вооруженному конфликту, который после подключения к нему колоний приобрел глобальный масштаб. 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Франции, 4 августа Германия объявила войну Бр... Германии объявила войну Британия. 11 и 12 августа Франция и Британия заявили о том, что находятся в состоянии войны с Австро-Венгрией. Формирование армий. Армии и большинство участников войны набирались по призыву. В Германии возраст солдат составлял от 17 до 45 лет. Призыв начинался с 20, срок службы составлял 2-3 года. Во Франции военнообязанными считались мужчины в возрасте от 20 до 48 лет. Служба длилась 3 года. Российская армия набиралась из 21-летних призывников. Они служили 3 года и оставались в запасе до 43 лет. В годы войны призыву подлежали все военнообязанные мужчины. В Англии к 1914 году имелась лишь небольшая профессиональная армия. До 1916 года войска формировались из добровольцев. Лишь затем на службу стали призывать мужчин от 18 до 41 года. Железные дороги. Важнейшую роль перебрезки войск на передовую и их снабжение играли железные дороги. Уже в августе 1914 британцы направили к линии фронта инженерные войска для прокладки новых маршрутов. В Германии, которая заранее готовилась к войне, железные дороги находились в превосходном состоянии и охватывали все важные направления. Франция также обладала хорошо развитой железнодорожной сетью. Переброска войск к границе началась уже в день объявления войны и завершилась менее чем за два с половиной дня. Несмотря на обширность территории, мобилизация в России также прошла успешно. Кровавый август 1914. В первых боях германские войска начали одерживать быстрые победы. Оккупировав часть Бельгии, в конце августа они двинулись к Парижу. Французская армия в массовом порядке отступала. Враг легко теснил ее, отбивая все атаки. Многие солдаты попадали в плен или погибали. Период с августа по сентябрь считается самым кровавым периодом войны. В одной только французской армии за это время было убито и ранено 180 тысяч человек. Французские власти выдали это отступление за организованный отход. Началась новая война за общественное сознание. Да и опять же вот сейчас вспомнил что это по моему по французскому комиксу сделано поэтому стилистика она в принципе из оригинала сколько знаете. Предметы, предмет не найден. Ну только что ачивки не выбивай ну и что ж теперь. А, окей. Все, надежку уже отобрали. Да иду, иду. Да, кстати, ну прям видно, да, вот есть такие комиксы, они вот так вот хорошо блин, это как он за игра, конечно, прям вот распечатываю картинки и вешаю на стену. А, че F12 еще не стимус. Воев. Вх уж не стимус. Отличная версия управления allem k'sle нагрузил мл. Ни ушли, ага. По иому а愚у. Хочешь, чтоб было бы подниматься. А это небо-добно. Поезд очень удобный на пробел. Получилось. Да, давай, выехай! Сейчас, ловите. А я еще? Слышь! Ты пойдешь, что ты? Не, не, не. Тебя, не спешите. Тебя, не спешите. Тебе, не спешите? Германский шлем Легендарные остроконечные германские шлемы Пикельхаубе Использовались в армии до 1916 года Когда их заменили на гораздо более практичные стальные каски Остальные части шлема В том числе заостренная верхняя часть Служившая защитой от сабельных ударов Различались в зависимости от названия Войсковой принадлежности и оружия бойцов На некоторых экземплярах Пикельхельма на вершине было шарообразно Да, кстати говоря, я хотел писать Это уже петличка, я не знаю, где тут у меня осталось Купил батарейки, потому что у меня это Я не посмотрел, но плоские-плоские батарейки Она, бля, вон, с ногой толщиной Она там болтается внутри петлички И то есть, то нет То есть она как бы рабочая, все, но для чего Уже потолще Неаа, нею тебе, нею тебе Пиньета Ну еще Нет, 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 нет Извините Привойки, ладно держать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Ну да, внука. Да, значит, он, получается, ее отец. Это было, ну, понятно даже, без объяснений. Депо в Парисе, пытаясь reach his regiment на платформе 21, Эмил встретил человека, который он скоро бороться с ним. Человек, который пришел быть его верующим другом. 14 августа 2014 года, Восточный вокзал Франции. Ну, вроде, если слева вешать камеру, говорю, там ничего страшного нет. Нет. Так, ну, подожди, а этих парам обдать как? Так, стоп, ну, что сделаем? Эй, Клэд! Так, пройти нельзя, понятно, ладно. А, ну, то есть без рейта теперь, сколько бы вы может подобрать, да? Возможно, просто ему отдачь ее? А-а-а! Хе-хе-хе, прикольно. Свисток. Да ладно, я уже одно что-то пропустил, а? Серьезно? Это, надеюсь, я не по порядку, потому что если я уже из-за такого маленького количества предметов уже что-то пропустил... Ну, ладно. А, свисток начальника станции. Из-за паровозов вокзалы и железнодорожные станции были очень шумными. В то время для оповещения еще не использовались громкоговорители, акустические системы и информационное табло. Поэтому железнодорожным служащим приходилось выкрикивать предназначенные для пассажиров информацию о поездах. Ну, а лучшим средством привлечения к себе внимания были свистки. Так, эм... Да не знаю. Скажем, просто не буду ты лезать. Так, возможно, надо прямо вот его запрыть, на. Извините. Сейчас я все бутылки вам тут потрачу, будете знать. Вон он сидит у него там. Так, я наверх. Наверх вроде никак не. Пацаны, может я просто бутылочку? Хотите бутылку? Вы хотите. Этого больше не взаимодействует. Значит, еще раз надо. Ну, подайте сюда, ничего, нахер. А что-то, я не знаю. А что-то, я не знаю. Слушай, ну, может вам бутылку дать? А если так? Эй! Да, погоди, сейчас. Нет. А вот, другое дело, да? Ну, просто не так много вариантов с перебором, можно. Скейп открыть новый дневник. Что за дневник? Ух ты, ё-моё. 12 августа 2014 года. Сегодня первый день моей подготовки в военном лагере. Не могу удержаться от мыслей о Карле. Ее, наверное, сейчас точно так же муштруют в Германии. Объявление войны крепко ударило по всем нам. Надеюсь, море с соседями вовремя успеют собрать урожай. 12 августа 2014 года. Не могу дождаться того момента, когда смогу вступить в бой. Может быть, тогда, хоть тогда, раздирающая меня изнутри боль, хоть немного утихнет. А, то есть, можно про разных персонажей их мысли узнать. 1 августа 2014 года. Сегодня в 4 часа мне по всему Парижу, дня по всему Парижу зазвонили колокола, нагоняя страх. Какой-то человек на улице сказал мне, что это был сигнал к мобилизации войск в случае объявления Германии нам войны. Нужно писать отцу и выяснить, что происходит в Бельгии. То есть, это разные сейчас персонажи. Ну, ладно, я уже немножечко спылировался, получается. А вот это Карл, я так понимаю, да? 1 августа 2014 года. Снова оказавшись в Германии, я как-то странно себя чувствую. Хотя бы за Марией и Виктора я спокоен. Ильминь сможет о них позаботиться. В ближайшие месяцы волнение наверняка уляжется, ведь все это так бессмысленно. Я про сюжет вообще, вот, говорю, я не играл ничего, но, скорее всего, один по закону жанра мы должны встретиться. 12 августа 2014 года. После Карла нас покидает и папа. Зачем его призывают? Неужели изгнания из здешних мест моего любимого было недостаточно? Зачем они еще и папу хотят надеть в военную форму? Он не слишком стар для того, чтобы сражаться. Теперь осталась совсем одна, с маленьким Виктором на руках и неубранным урожаем. Умерш. Так, пацаны, я вас заберу? Так, понятно, мне надо пройти на этап, выведом, что можно было дернуть, ему... А, он показывает, что ему надо. Я в прошлый раз не посмотрел. Так, ему нужно... Подожди, что это еще раз? Музычка, подойдите, я поиграй. Пацаны, а как у вас... Музычка? Так, ну это хорошо. Так, ну то есть он правильный. Ну и все-таки барабайщик должен начинать. Да еб, вы мать. Музычка. Я бы сюда чуть-чуть, конечно, заныкал. Нет, все не по порядку находится. А, или это только на этой локации, типа на первой главе. Металлическое перрон. В 1914 году шариковых ручек не было, и дети в школах учились писать используя либо металлические перья, либо, что чаще, особенно в сельских районах, заостренные гусиные. Основная часть писем с фронта была написана металлическими перьями, которые постепенно получили почти повсеместное распространение. А, ну и вторую порцию отдал. Блин, а там кайф. Ну, что, я посмотрю, да. Спасибо, друг. Я Фредди. Откуда ты из Америки? Пока. Удачи, мой друг. Аугуст 21, 1914. Эмиль's regiment was sent to fight against the 71st German division, led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. 21 августа 46-го года в Бельгии. Ладно, я, конечно, наверное, не буду все это читать. И то, что они там так просто бублят, раз это не дается субтитрами, теоретически вы можете, типа, этого не понимать. То есть там и так понятно, откуда по картинкам и что такое. Что, отступаем, пацаны, да? Все, я домой. Ладно, шучу. Поэтому, ну, прикольно, что они сделали, на самом деле понять можно. Там, герой же знаменосец. Вивля Франц. Да. Как я должен успеть? Угу. Надо было успеть пробежать. Угу. А, слышь. нужно только бежать вперед даже несмотря на то, что игра такая мультяшная-мультяшная ноги отторванные только в путь вот они воины мисс Мария Шайон private Emile Шайон from the 150th infantry regiment was wounded by enemy fire on august 21 he has been captured by the enemy hopefully you shall receive news from him soon that's what I'm sorry I'm sorry А здесь единственное, что вот эти вот дневники там будут вылезать? Не будет. Понятно. Еще 20 августа. Еще один день в пути. Сегодня мы впервые услышали пушечные выстрелы. Не хочу убивать. Пора догнать все эти мрачные мысли и попробовать заснуть. Это письмо меня очень сильно перепугало. Бедный папа, он раненым попал в руки немцев. Я даже не знаю, насколько тяжело его состояние, хорошо ли там о нем заботиться. Мне рассказывали, что пленные могут получать письма. Завтра я обязательно ему напишу. Вот это, кстати, не очень хорошо могли бы просто сделать. Потому что здесь вот, допустим, я очень люблю, когда какая-то новая информация и уведомление появляется. Я к чему говорю, что вот граждане при больших деньгах, чтобы заработать еще больше денег, развязывают войны, а погибают при них обычные граждане. Американцы в армии Франции. Это, если я к чему, очень упростить все. Сразу после начала войны в армию Франции были добровольно зачислены 128 американцев. Почти все они на тот момент находились в Париже. Большинство добровольцев вступило в иностранные легионы, сражалось в битве на Марне. Остальные стали летчиками, составив основу сформированной позже эскадрильи Лафайет. Из тех 128 американцев почти каждый пятый отдал свою жизнь за Францию. Среди них был известный поэт Алан Сигер. Подвиг этих людей привлек огромное внимание американских журналистов. И публикации стали решающим фактором, повлиявшим на решение США вступить в войну в 1917 году. Битва на Марне. Согласно плану Шлиффена, разработанному задолго до начала войны, Германия должна была быстро оккупировать Францию, вторгнувшись с нее с севера, через территорию Бельгии. После череды неудач в августе французские войска все же дали отпор германской военной машине в битве при Марне 6 сентября, предотвратив захват Парижа. В этом сражении франко-британским силам впервые удалось остановить натиск немцев и тем самым сорвать их основной стратегический план. Фронт после этого сместился к северу и с наступлением декабря стабилизировался. Началась позиционная война. Пулеметы. Первая мировая война наглядно показала, насколько далеко за последние годы ушел технический прогресс. Его символом можно смело назвать пулемет. Модели той эпохи могли сделать целых 200 выстрелов подряд без потребности в охлаждении и отлично подходили для поддержки пехотных атак. В бою немцы обычно размещали их на передней линии. На первом этапе войны это позволяло им получать огромное преимущество над противником. Захват знамен. Боевое знамя имело огромную важность для каждого воинского подразделения. Неудивительно, что любой из таких флагов считался очень ценным трофеем. Оказавшись в безвыходном положении, бойцы старались сжечь или спрятать знамя до того, как попадут вместе с ним в руки к врагу. Когда война приобрела позиционный характер, знамена исчезли из поля боя и демонстрировали только во время различных военных церемоний, проводившихся вдали от фронта. А, понятно, у каждого еще отдельные предметы. Ну, поэтому уже... Ну, значит, я все точно не найду, как обычно. Зарвать мост. У каждого свое умение. Командос уже получается. Зарвать мост. Ну, че? Куда? А, ну да. Логично. Позолоченная пуговица. А, серовато-голубые шинели французских войск имели золотые пуговицы, которые порождали немало проблем на поле боя. Они блестели на солнце, выдавая врагу местоположение солдат. Зачастую бойцов демаскировали ярко-красные брюки. Так, подожди, надо смотреть, реально. И, опять же, то ли я что-то уже пропустил, то ли этот предмет просто... Ну, вроде не по порядку находится, так что... О, вот... Вот они все вот так вот ищутся. Жетон французского солдата. Французским солдатам начали выдавать личные жетоны, солдатские медальоны, с 1881 года после поражения от Пруссии в войне 1870-71 годов. На них указывались имя и фамилия бойца, год призыва, место его рождения, а также личный номер. Собачьи бирки, как их иронично называли, использовались для установки личности, погибшей в боях, после которых ранее всегда оставалась масса неоползанных тел, а многие солдаты попадали в коридорию в категорию пропавших без вести. То есть это в прошлом шагу идти и на Еву так вот нажимать. Так, ща. Так, ща. Так, ща. Взрывы Прогуглим, что называется, что, например, может, какая-то книжка, две штуки, да. Ладно. Так, давай еще раз, мужики. Так, здесь можно гранаты, а можно... А, здесь по башке я буду светить. Ничего не понял. Ладно. Почему, это где-то нахер соберет. Я слишком какие-то эти заходовки ищу. Я понял. Немножко не таять градус. Чисто про... Вот, вот. Штабная карта. Совершая маневры на сельской местности, солдат Первый мировой не мог, подобно современным бойцам, использовать спутниковую навигацию. В его распоряжении были лишь компасы штабная карта. Задачи по ориентированию возглавлялись перевозчить на офицеров и унтер-эффициров. Ладно. Пригодится. Что такое? А что, не дай? Не, кажется, спутник. А! Всё! конечно ничего тут никаких нет ага можно ударить Немецкие гильзы Немецкие гильзы 7,92 мм Маузер Как для обычных МГ, так и для тяжелых германских пулеметов СМГ Использовались патроны одинакового калибра Аналогичными боеприпасами снаряжались и стандартные винтовки Стоявшие на вооружении немецких войск Лишь патроны для пистолетов Маузер С-96 Выдававшиеся офицерами или меньший калибр 7,63 мм Окей Так Эту гранату еще стою до конца Угодно с собой, доведу, наверное Так, сохраним Ох ты ж ебать Я думал досуд не достреливай А, ну да, логично, если же это мужик мертвый Как ты думаешь, достреливает досуду или не достреливает? Дай, 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 дай Дай, дай, дай Ну его нахер, может быть я и успел бы добежать Дай, 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 дай По тому же, сбывай Ты дым, ты дым, ты дым, ты дым, ты дым Нет, ничего тут Окей Мерд! 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 Поехать! Мерд! Мерд! Я не знаю Мерд! так хочу делать у меня допустим я бы не было сейчас гранаты и еще что я сюда залезу сейчас это не вопрос сейчас мы тебе закинем я вижу что здесь засыпается может быть так если прям вот так вот рез у меня после предыдущего допустим а если я не взял гранат что бы тогда я делал ладно допустим сюда кинок и так пыль со всего это сыпется надо посмотрел окей могу давай так я пробовал то гранату кидать что-то меня произошло то есть гранаты разбить нельзя можно только это хорош уже такой слухастый да и сделаем проще да не просто пробуем подскочила радио взрыву это гранат небольшой поток с вышивкой не но и белье очень ценилась на фронте поэтому на нем часто вышивались инициалы владельца несмотря на расхожие мнение вышивка в те времена не было исключительно женским занятием многие военно-пленные коротали за ней время и и и и и и и и с и и и и и письмо от германского германского солдата 6 сентября 2014 года дорогие родители у меня все отлично погода тут хорошая надеюсь в баду под дюркхайме у вас все будет у вас у всех все хорошо мы быстро продвигаемся вперед уже скоро будет париже какую сувенир вам провести ваш гюнтер ня тебе thanks to support from british forces the german plan failed the front line moved back to the north and with the arrival of winter froze soldiers hold up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the great war Carl's regiment retreated to the outskirts of new chapelle the same camp where a meal was being held prisoner сосисок 10 марта 15 года германский лагерь не в шпе я прочитал там когда искал типа можно ли включить там типа тоже кто-то спрашивал что никак нельзя приключить ой да ладно там диалогов три копейки там три этих три сценки маленький дубляж русский настолько прекрасен о здорово так же мы пропустили надо надо прямо с барбосом то мы еще встретимся на всех автор там с собакой так кстати что у нас по ухты ё-моё пусть и знаете вот реально она просто немножко выбива это с одной стороны интересно с другой это прям выбивает очень из повествования и очень много исторических вставок я прям опять же говорю что это сделано честно ко мне хочется просто игру подайте я сделаю вот так вот то есть каждый кто захочет сможет поставить на паузу все это прочитать вот так вот сделаю сейчас когда ты соответственно свои предметы ты соответственно чтобы на это время совсем не тратится так тут чё-то какая-то фигня тут чё-то какая-то фигня опа первое да вот эти будут да рамка для фотографий хотя фотографии в годы войны была еще не очень распространена многие солдаты снимались на память перед уходом на фронт профессиональные фотокарточки сделаны на фото бумаги прикрепляли к твердой основе чтобы предохранить от повреждений некоторые фотографии особенно групповые снимки призывников сразу изготавливались в виде открыток и шутка и как как и как и 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 Я надеюсь, что немцы тебя здоровы, и что твоя болезнь улучшена. Твой сын отправил тебе кишки. Я отправил тебе фотография о нём. Всего моего любимого. Пожалуйста, написать скоро. До свидания, брат. Так, 7 сентября 2014 года. Я едва не настиг. Больше такой промашки я не допущу. Братишка прислал мне очень приятное письмо. Прочитав его, я вас прянул духом. Так хорошо, что он снова в Штатах, далеко от этого кошмара. По партии редкий талант, он постоянно попадает в какие-нибудь передряги. Эмиль здесь лежит на земле прямо передо мной. Почему именно его полк направили против моего? Надеюсь, он выкарабкается. Этот мужик крепкий орешек. Нужно будет выяснить, в какой именно лагерь для военнопленных его отправят. Сегодня немцы захватили Сен-Мейль. К счастью, солдаты не тронули нашу ферму. Я спрятался в подвале с Виктором. Что теперь с нами будет? Он дневники? Да, это интересно. Так ладно, окей. Поехали. Нет? А, он там уже так и... Видите? Да, слышно! Годи! Смотрите, сейчас чихну. Ага. Потому что нет. Водички. Так, а теперь... А, сосиски... Сначала воды, потом, естественно, ну вот, огонь. Отлично, да. Слушай, я слышу, мужик. Ага, сейчас получается, это огонь, вот это. Ага. А это добавить сосиску. Ничего не так. Водой и огонь сосиски? Ну, чего не так? ну ты мастер готовки просто ел и полы поехали на корту, куда ты не туда же, нахалкс понимаешь как это неудобно понимаешь что под геймпад заточено не хочу, хочу играть на чем мне нравится боровок здорово ну что успеешь по сосисочке на последок не успеешь, понятно а ну пацаны, я пошел текайте с города вам пизда не успеешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok